В Софийском соборе утром особая служба. В Самаре впервые московский список иконы Казанской Божьей Матери. Самарские православные воспользовались возможностью увидеть ценную святыню воочию и почувствовать божественную силу, приложившись к значимому образу. Сегодня мы не можем иметь возможность помолиться перед этим древним образом и спросить Божьей Матери помощи. Мы должны прежде всего сами, такие же друг друга, свечи, светлее и искренне исповедовать нашу православную веру. Хранимый Господь, праздник! Казанская икона Божьей Матери является одной из самых почитаемых святынь, которая покровительствует бойцам, что сражаются за родные земли. Принято считать, что с помощью этой святыни удалось освободить страну от польских захватчиков в начале 17 века. Это такой наполняющий светлый глоток силы, божественного благословения. Я думаю, что каждый, кто посетит этот храм в эти дни, почувствует это на себе и почувствует волю к победе, силу к победе. Сегодня вот вместе с нами и ветераны были специальной военной операции, семьи наших защитников, семьи погибших героев. И молитва, она всегда творила чудеса. И, конечно, мы очень ждем, что в самое скорое время победа обязательно будет и в нашей стране, и во всем мире. Молимся и ждем. По благословению предстоятеля Русской Православной Церкви, святейшая икона побывает в десятках городов России в рамках начавшегося 6 мая в Москве общероссийского крестного хода, который является частью всероссийского молебна о победе. Тот крестный ход, я бы вот так назвал, который сегодня проходит по всей России, по всем городам и весям, это, конечно, призыв к тому, чтобы мы объединились, потому что именно в единстве есть сила. В числе первых прихожан, пришедших встретить икону, был и временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Ядорищев. Жители региона смогут приложиться к святыне в течение двух дней – 25 июня до 20 часов и 26 июня с 8 утра до 18.30. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.